А у вас первый ребёночек? У вас первый ребёночек? У него мальчик. Эти дети ничего не видели в своей жизни, кроме тюрьмы. Они родились за решёткой. У Эмира отец есть, но он его никогда не видел. Папа тоже сидит. А стихи, значит, дядя? Есть у Эмира и братья. Обычно старшие дети остаются с бабушками, пока матери отбывают наказание в колонии. Почему бы бабушкам не взять детей домой из тюрьмы? А потому что таких условий у бабушек нет. Тюремный дом ребёнка в женской зоне в городе Чернигов построен 10 лет назад, на деньги Швейцарии. Условия может позавидовать частный детский сад. Ни одна мать, родившая и растившая ребёнка здесь, не бросила его, выйдя на свободу. И это редкость. Что сделали эти женщины? Да, наркотики. Ну, есть и убийства, конечно, есть. Ну, как правило, у нас мамы-убийцы, они совсем положительные здесь мамы, очень положительные. Есть с кем сравнивать. Это зоны не для впервые приступивших закон, а для рецидивисток. Кого-то перевоспитают счастьем материнства, а остальные, по желанию, работают в швейном цеху. Но в основном не работают. Труд здесь в зонах не обязателен. Бойцы вспоминают минувшие дни. Эта дама, например, здесь в восьмой раз. А вам сколько лет? Мне 49. Я бы работала на производстве. Когда здесь Бадыра работала, я работала на двух спецмашинах. На пуговичной и на петельной. Это в 90-е годы я здесь сидела. Это третий раз я рецидивистка по однородной статье сижу. А что сидите? Меня сейчас закражу. Я воровка на доверии. Понятно. Понятно? Бриллианты, золото, эти вы. А сейчас сейфы открываю и давлю мужиков голыми руками. Посмотрите на мои руки. Спортсменка я. Через забор летаю аж быстро. А вот заведующий бани Наташа здесь в третий раз. Через два года освободится. Да. Надеется на досрочное. А ждет кто на свободе? Да, у меня сын, мама. Все ждут, все любят. А мужчин не ждет? Ну, вы же знаете, как вот сел в тюрьму у меня жену, но так же и наоборот. Да. Мужчины наши. То есть исчезает момент? Исчезает момент, да, когда плохо, все сразу попадают. И первый раз, и второй раз исчезали? Ну, как-то так. Ну, в принципе, серьезного ничего такого не было. Я с мужем развелась, мне было 19 лет, я не знаю, там была любовь всей моей жизни, но я сама не наладовала. Я удалилась в наркотик почему-то, ну, такое... А из наркотиков сидите, да? Не, ну, я сижу не за наркотиков, я за наркотиков никогда не сидела. Там то кража, то грабеж, ну, понимаете, негативное вот это вот положение, окружение. Как всегда, я иду паровозом, понимаете, я борец за справедливость. И там, не сколько сделал, сколько потом нагреб на себя. Ну, и как-то так. Ну, не знаю, стараюсь, я исправляюсь. Наташа 38, но сын уже взрослый, окончил фискальный университет. А сын приезжает? Сын, у него он работает и учится. Ну, мы общаемся в телефонном режиме, некогда ему. Некогда, он бедненький, с 8 до 10, он вообще от банки в кулцентре работает. Поняли? График такой. Ну, он любит, ждет, пытается что-то, говорит, мам, не хочу ничего обещать. Звонки можно делать здесь, в школе, на территории колонии. И хоть каждый день, причем по скайпу. Говорить можно и по-русски, и по-украински. Это важно. Ведь звонки контролируются. А, например, в России, в тюрьмах по телефону можно говорить только по-русски. Даневальная Вика тоже часто звонит своим. Даневальная на зоне – серьезная должность. Это доверие и умение налаживать контакты. И зарплата за это полагается – 740 гривен в месяц, 25 евро. Вика отсылает эти деньги домой маме и дочке. Сидит четвертый раз. Я надеюсь, последний раз, это уже точно. Просто дальше уже некуда. Можно спросить, за что вы здесь? Наркотики. Распространение. Понятно. Ну, тоже так сложились обстоятельства. А вот тут так... И прошлый раз тоже за наркотики. Да. А ребеночек большой? 10 лет. Сыночка? Девочка. Девочка. Она знает, что как вообще, как ей объясняют. Мы ей не объясняем, что я в тюрьме. Она знает, что мама на работе есть. Во всех странах женское тюрьмное население составляет от 5 до 10% всех осужденных. Но не везде наказание равноправно. В России, например, женщин пожизненно не осуждают. В Украине – да. Это женская зона, женская колония практически в центре Харькова. Здесь сидят женщины, в том числе женщины, которые осуждены пожизненно. Посмотрите, как это устроено. Забор с сигнализацией. Еще один забор за ним и глухая стена. И между этими заборами каждый день, а иногда и каждый час, рыхлят землю, чтобы сразу было видно. Вдруг кто-нибудь что-нибудь закинет через забор или попытается пройти. Как на государственной границе мы сразу увидим следы. 20 лет назад здесь сидело почти 3000 человек. Сейчас меньше 200. Зона полупустая благодаря двум вещам. Смягчению уголовного кодекса и закону имени Надежды Савченко. Сидя в российской тюрьме, она инициировала принятие закона, который фактически стал амнистией. Тюремное население всей Украины снизилось вдвое. Если раньше женщина воровала банку сала у соседки, ей давали 3 года, то сейчас это другие виды наказания. Это арест, это штрафы, это отработки. То есть облегчили, скажем так. Вот и за счет этого на протяжении определенного времени вот так вот и закон Савченко. Да, за кусок сала сейчас в тюрьму не сажают. Завтрак. На завтрак мясо. На завтрак мясо тушеное, каша перловая, соус, хлеб, чай с сахаром. Обед. Суп кукурузный на бульоне. Мясо тушеное, каша пшеничная, соус, салат из овощей, хлеб. Ужин. Рыба тушеная, картофель вареный, соус, хлеб, чай с сахаром. Здравствуйте. Здравствуйте. Она, которая будет не готовить. Ну, то есть она овощной. За что женщина попадает в зону навсегда? Об этом на камеру говорить не принято. Я, конечно, не спрашиваю, кто именно за что, но дет-убийца тоже есть, да? Да. И много. Я думаю, в основном, да? Есть даже киллер одна девушка, которая убивала за деньги. Она тоже уже 20 лет садебила. Это зона особого контроля. Заходим. Всего в Украине 22 пожизненно осужденные женщины. Живут в комнатах по трое. Похоже на обычное фабричное общежитие. Книги, календари, фотокарточки. Это мои приемные дети. Вот сын, женою. И пятеро внуков у меня. То есть как приемные дети? Это приемные. А навещают они вас, ваши приемные? Да, каждый. Нет, они не приемные. Пятеро деток. Куда? Мы перезваниваемся. А это берущие крестьяне, мои духовные наставки. Брат Анатолий, сестра Ира и их детки. У них восемь деток. Вот водное крещение они принимали. Это Ирочка, день урождая. Толечка, Тимофеечка, Нелечка, Марийка. О! Они к вам приезжают? Да, приезжают. Я после освобождения, как только Господь отсюда вывезет, я буду жить Бога Духова. Служить Господу. Никогда не говори никогда. Пожалуй, эти слова могли бы стать девизом пожизненных. Еще недавно их было 23. Одна ушла, помиловали. И это был второй случай помилования за новейшую историю Украины. Продолжают жить. Даже выходят замуж. Слушайте, а как можно выйти замуж? Скажите. Это ж... 55 лет, да? Кому 55 лет? Мне. Вам 55 лет? Сохраняется хорошо. Так я уже 21 год сижу. Мужа выбрала дочь. От имени матери она опубликовала объявление. Мол, так и так, хочу замуж, отбываю срок. И вот повезло. А мечты, в общем, у всех одни, женские. И у Юлии с пожизненной. Юрица Дерискина, Наташа из Чернигово. Мальчик есть, можно девочку. Я всегда с детства мечтала иметь себе двое детей. Наташа из зоны для рецидивисток тоже может повезти. Да и сидеть ей меньше, чем в вечность. Смотрите в четвертой серии. Детки в клетке. Воспитательная колония в Прилуках. Либо дало, но дало не удало. Раба дало, уманы в рецид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова